Блиновская и Собчак. Интервью, которое наделало шума за последнее время на ютубе. Как всегда, много обсуждений хайпа и, конечно же, без хейта не обошлось. Вас занесло. Игра была слишком сложной, и вы слишком наслаждались собой. Ксения подогрела интерес с помощью разборов инфо-цыган и затем выдала интервью с одним из самых успешных представителей инфобизнеса. Но все не так однозначно. Некоторые верят словам Блиновской, другие же считают ее обманщицей. Сколько все-таки ты зарабатываешь в год? Помогите, пожалуйста, девочки. Посадите. Возьмите тихонечко. Возьмите тихонечко. Тихонечко возьмите, да-да-да. Да, тихонечко возьмите. В сегодняшнем разборе я рассмотрю холодным взглядом интервью Елены Блиновской и постараюсь ответить на вопросы. Как нас может обмануть собственный разум? Какие ошибки Елена неосознанно или где-то осознанно допускает в коммуникации? И какими факторами можно объяснить ее странное поведение на интервью? Давайте обо всем по порядку. В последнее время мне частенько приходится быть в дороге и далеко не всегда на машине. И всегда приходится думать, куда положить ноутбук, зарядки, карточки и другие принадлежности, чтобы они не вываливались из карманов и не приходилось потеть, чтобы все это довести, не забыть и держать в безопасности. И я был несказанно рад, когда узнал о рюкзаке Bobby Hero от компании XD Design, которая известна своими удобными городскими рюкзаками с защитой от краш. Сейчас расскажу подробнее и постараюсь вас действительно удивить удобствами этого рюкзака. Во-первых, Bobby Hero имеет непререкаемую водоотталкивающую ткань и светоотражающие полосы. А молнии и карманы скрыты, что добавляет ему минимализм. При этом я имею легкий доступ к вещам и все, что мне нужно, находится под рукой. На лямке рюкзака есть карман для карты или проездного. Карман спрятан и закрывается. Карточки просто так не выпадут. Плюс он оснащен RFID-защитой. Снаружи имеется USB-порт, что позволяет мне заряжать телефон или другие нужные гаджеты даже на ходу. Внутри для аккумулятора есть отдельный карман. На спинке рюкзака есть два вместительных кармана. Горизонтальный карман с RFID-защитой для самого ценного и боковой карман. Он крупнее и отлично вместит электронную книгу, планшет или тетрадь. Рюкзак Bobby Hero есть в нескольких вариантах размера. А также цветовая гамма стала богаче по сравнению с классическими Bobby. У меня модель регуляр, объемом 18 литров. Внутри предусмотрено отделение для ноутбука диагонально до 15,6. Рюкзак Bobby Hero бывает трех размеров. У меня средний. А есть еще размер Small, подойдет для ноутбука диагонально 13,3. И размер XL для ноутбука до 17 дюймов. Еще очень радует, что рюкзак выполнен из переработанных материалов. Так компания заботится о сохранении природы. У меня рюкзак от официального представителя и XD Design в России. И рекомендую вам также покупать у них, чтобы не купить подделку. На сайте xddesign.ru сейчас действует скидка 15% почти на все модели. А по моему промокоду MENTAL в течение двух недель также будет действовать дополнительная скидка 20% на все модели. Сейчас как раз будут праздники. И я считаю, что это будет отличным подарком для ваших друзей, знакомых, родных и даже коллег. Ссылку на рюкзак со скидками я добавлю в описании под это видео. Переходите и выбирайте для себя или кому-то подарок. На протяжении всего интервью Блиновская довольно часто подвергается различным когнитивным искажениям, которые являются большими препятствиями в коммуникации. Это является одной из главных составляющих ее противоречивого поведения. Поэтому предлагаю рассмотреть это подробнее. Когнитивные искажения – это систематические отклонения в поведении, восприятии и мышлении, которые обусловлены субъективными убеждениями, стереотипами, социальными, моральными и эмоциональными причинами. Одним из когнитивных искажений, которым она подвергается – эффект сверхуверенности. Об этом говорит и ее перформанс с маленькой вселенной на дне рождения, слова о предназначении и поведении в лодке, которые мы рассмотрим немногим позже. Эффект сверхуверенности – это когнитивное искажение, при котором человек склонен переоценивать свои способности. Рассмотрим два наиболее ярких проявления этого когнитивного искажения на интервью. И мой божественный свет – это проводник. Кого и куда? Абсолютно всех людей в состоянии вот этого ребенка с чистыми глазами. Вот я проводник в это состояние. И это моя самая сильная сторона. Здесь мы можем увидеть, что Елена подвергается сверхуверенности, пытаясь найти правильный подход человеку, что далеко не всегда могут даже профессиональные психологи и психотерапевты с огромным стажем работы. А получила ли блиновское подобное образование – большой вопрос, так как на интервью Собчак она не хотела говорить об этом. Ты говорила, что ты учишься в разных местах, что у тебя несколько образований. Можешь об этом поподробнее рассказать? Нет. Почему? Это как с деньгами запретная тема? Почему? Тоже мне так нравится. Знаешь, это как с деньгами. Вот ты складываешь в сейф или на счет, закрываешь мое. Помогите, пожалуйста, девочки. К тому же, Блиновская не для всех является авторитетом, особенно если судить по комментариям под роликом Собчак. Из-за этого когнитивного искажения она заметно снижает лояльность слушателей по отношению к себе, что в итоге выльется в последующий негатив. Догадаетесь ли вы, в каком еще моменте Блиновская поддается эффекту сверхуверенности? Собчак поймал ее на том, что Елена посещает профессионального психолога, а участника марафона пересылает голосовые сообщения в чат, для сотни человек. Елене же это совсем не понравилось, и она начала грубить в ответ на критику. Как правило, уверенные в себе профессионалы в любой области понимают, что они не могут знать всего. Даже если изучают предмет долгое время, они прислушиваются конструктивной критике, даже если она им не совсем приятна. Это все нужно для того, чтобы достичь прогресса. У Елены же нет никаких сомнений в качестве своего инфопродукта. И это один из признаков переоценки ее собственных способностей. Почему подобный вопрос вызвал такую острую реакцию? Блиновская не первая знаменитость, которую провоцируют и пытаются вывести на эмоции. Однако, не все обещают плюнуть в рожу за неудобный вопрос. Также Елена не первый человек, чьи изобретения подвергаются критике. Притом, не такой уж и жесткой. В чем причина подобного поведения? Блиновская находится в стрессовой ситуации. Во-первых, даже на самый простой вопрос ей нужно подобрать идеальный ответ, который привлечет новых покупателей марафона и в целом преподнесет ее в хорошем свете. По этой причине она часто молчит. Ей нужно время собраться с мыслями и представить информацию в выгодном для нее свете. Я тебя поддержу, давай. Жги. Собчак при всем при этом задает ей далеко не простые вопросы. Во-вторых, она едет к лодке, которая в любой момент может перевернуться и не ощущает той уверенности, которую она чувствовала, когда каталась на лошади. Перед интервью она надела удобную одежду для езды на лошади и позвала Собчак пойти с ней. Ксения была в юбке, и она в принципе не хочет кататься, о чем открыто заявляет во время интервью. В-третьих, она не так часто дает интервью, чтобы научиться отвечать и правильно реагировать на неудобные вопросы. Другие журналисты не вступали в конфронтацию с Блиновской. Чтобы убедиться в этом, давайте посмотрим отрывок самого известного интервью Елены до Собчак. Сейчас просто два человека вот в этой студии намечтали себе на рождение здесь. Да, кстати, я тебя тоже спалю, потому что Юля прекрасно знает, что это за продукт. Мы видим, что журналист сама проходила марафон желаний. Она верит в его действенность, поэтому не ищет противоречий в словах гостей, как это делает Собчак. Вполне возможно, что Елена привыкла к комплементарным интервью, где ей все пытаются угодить, внимательно слушают и задают только правильные вопросы. У людей может быть разная реакция на стресс, и мы видим, что у Блиновской это агрессивное поведение. Давайте рассмотрим, чем же оно вызвано. На протяжении всего интервью мы можем заметить, что Блиновская боится ошибиться. Ей свойственен перфекционизм. Она хочет быть или хотя бы казаться идеальной. Об этом говорит ее долгое обдумывание простых вопросов и ее фирменное молчание. Она постоянно анализирует, что можно говорить, а что нельзя, чтобы каждый ответ был идеальным и соответствовал образу, который Блиновская построила. Сейчас 200 человек у тебя работают, это правда? Пусть будет так. Ты же не наркотиками торгуешь, ну правда-неправда, это же люди, ты плачешь зарплатой. 200 работают. Кроме того, она часто отвечает цитатами, что говорит о ее неуверенности в себе. Как это, у Дудя мне понравилось этот, кто ему, Киселев или кто ответил? Типа, когда ты мне свой член вывалишь, я тебе вывалю свой кошелек. Ты знаешь, сейчас у Саши Гудкова вышло интервью, где он час молчит. Да. Охренительное интервью. И Лена может бояться даже высказывать свои мысли, говоря словами других людей. Ведь за собственной идеей ее могут высмеять или задать очередной провокационный вопрос. Блиновская руководствуется простой логикой. Если Киселева не высмеяли после его ответа Дудю на вопрос о деньгах, Можете сейчас спустить штаны и показать свой маленький член, о котором вы как-то раз рассказывали в вашей передаче? Говорить о деньгах не очень прилично. Значит, это будет безопасным ответом и для нее. Таким образом, мы видим, что агрессия у Елены возникает на фоне неуверенности и страха. По этой причине она хамит Собчак и обещает скинуть ее из лодки, оправдывая это защитой своего ребенка. Так она говорит о марафоне желаний. Может звучать очевидно, но это еще не все. Чем же объясняется ее странное поведение после того, как она слезла с лодки? Почему она плачет и ест, а не продолжает грубить? После поездки на лодке стрессовая ситуация закончилась. Собчак по пути не мучает ее вопросами. Также у Блиновской пропадает страх, что с ней может что-то случиться. Пока Елена участвовала в рафтинге, у нее активизировалась симпатическая нервная система, что происходит, когда человек находится в стрессовой ситуации. Это изменение в организме вызывает реакцию «бей или беги». Человек находится в напряжении, у него повышается уровень адреналина в крови, он становится более агрессивным, у него пропадает чувство голода и так далее. Когда же источник стресса пропадает, парасимпатическая нервная система пытается восстановить потраченную энергию. По этой причине человек успокаивается, работа сердца ослабляется, оно не выпрыгивает из груди. Как во время напряженного состояния у человека просыпается аппетит. Мы видим, что когда Блиновская слезает с лодки, разом исчезают все факторы стресса, ведь Собчак перестает ее мучить вопросами. Такие резкие перемены активизируют парасимпатическую нервную систему. Мы видим, что у Блиновской просыпается страшный аппетит, и она не может остановиться, даже когда к ней подошла ее фанатка. Именно потому, что еда рассыпляет нервную систему, многие люди начинают заедать свои проблемы. Что и делает здесь Елена. Еще одна реакция организма, которую активизирует парасимпатическая нервная система – слезы. Это одна из причин, почему после плача люди чувствуют себя лучше. Именно поэтому Блиновская ест, плачет, и судя по ее реакциям, она не в состоянии полностью сосредоточиться на словах одной из бывших, якобы бывших участниц своего марафона. Но на этом ее противоречия не заканчиваются. Ксения Собчак очень неловко создает коммуникативную ловушку для Блиновской, где та допускает ряд ошибок в своих ответах, что снижает ее уровень влияния на аудиторию и понижает доверие. Блиновская обвиняет Тони Робинса в шарлатанстве. Она соглашается с Собчак, который утверждает, что его мотивационные речи не помогут людям ни начать много зарабатывать, ни раскрыть внутренний потенциал. Ну, давай так, я убедилась в том, что человек способен на голимую халтуру. Абсолютно с тобой согласна. Кошмар. На тысячу процентов. Просто это ужасно. И именно этим ответом она загоняет тебя в ловушку. Чтобы понять смысл этого, давайте сначала посмотрим небольшой отрывок о Робинсе. Он обещал изменить жизнь каждого, раскрыть внутренние ресурсы и научить зарабатывать миллионы. Но со сцены бизнес-тренер Тони Робинс выкрикивал примитивные лозунги. Скажи да! Сы да! Скажи да! И теперь самый интересный момент. Давайте сравним, чем отличаются марафоны Блиновской от семинаров Робинса. Елена во время марафона присылает множество голосовых сообщений, которые подписчикам нужно прослушать. В них она дает различные задания. Достаточно сложные, чтобы человеку казалось, что он работает над осуществлением своей цели. Но при этом очень простые по сравнению с реальным трудом над воплощением своей мечты. Например, одно из заданий марафона написать список страхов, которые мешают человеку осуществить мечту и затем сжечь его. Да, человеку нужно будет приложить какие-то усилия, чтобы составить список, но это намного проще реальной работы над страхами и переживаниями. Хотя такое задание может мотивировать кого-то продолжать идти к цели, в большинстве же случаев после его выполнения мозг решает, что он уже поработал достаточно над осуществлением своей мечты и вырабатывает соответствующие гормоны счастья. Таким образом, человек отправляется отдыхать, так не на шаг и не приблизившись к своей цели. Тони во время выступлений также дает задания своим зрителям. Они вместе выкрикивают различные лозунги. Робинс мотивирует участников, говорит, что у них все получится, приводит множество примеров из своей жизни. Можно сказать, что методы взаимодействия с аудиторией у Робинса и Блиновской похожи друг на друга. Робинс говорит, что все люди, находившиеся в зале во время его семинаров, смогут начать зарабатывать миллионы и раскрыть свой внутренний потенциал. Блиновская утверждает, что если правильно пройти ее марафон, то у человека исполняются все мечты. И если вы на него зайдете не с тем, чтобы доказать, что шарлатан, а со своим искренним интересом поменять себя, то, как показывают отзывы, с 99% вероятностью это случится. В качестве доказательств она приводит отзывы людей, но забывает упомянуть о том, что его написание – одно из заданий марафона. Таким образом, Елена, заявляя, что Робинс – шарлатан, противопоставляет себя ему. Хотя в реальности различий между ними нет. Объективно говоря, у Блиновской физически нет возможности гарантировать подобный результат. Яркий пример – слова Елены о том, что после марафона у женщин, мечтающих о ребенке, получается забеременеть. Можно допустить, что марафон помогает визуализировать некоторые цели, например, финансовые, и участие в нем помогает не забрасывать работу над их осуществлением. Однако беременность зависит от здоровья женщины и ее партнера. Поэтому, если кто-то из них бесплоден, никакие техники загадывания желаний не помогут зачать ребенка. Таким образом, те недостатки семинаров Тони Робинса, из-за которых Елена называет его шарлатаном, свойственны ее собственному инфопродукту. И мы видим, что Блиновская легче обнаружила слабые стороны чужой стороны, не заметив те же самые качества в своем марафоне. Ошибка Елены, которую она допустила в этом моменте, называется эффектом слепого пятна. Наверняка вам знакома ситуация, когда кто-то из знакомых осуждает человека за те недостатки, которые есть у него самого. Это же происходит и в ситуации с Тони Робинсом у Блиновской. Это когнитивное искажение мешает трезво оценить себя. Вы можете негативно говорить о недостатках других людей и при этом быть уверенным, что к вам это точно не относится. Ну, давай так, я убедилась в том, что человек способен на голимую халтуру. Абсолютно с тобой согласна. Да кошмар. На тысячу процентов. Да просто это ужасно. Более того, когда ко мне люди писали, мои знакомые, звезды в том числе, и говорили, идти ли на Тони Робинса в Москву, и говорила, вы что, камон, ни за что, ни за что. Несколько раз за интервью Елена очень хитро пытается показать в действии работу своей методики, как, например, в этом моменте. Я хочу вернуться живой, искренне. Надеемся, что будет так. Желательно еще и целой не вредит. Мои желания сбылось. Целая невредимая семья. Хотя внимательный наблюдатель не поведется на эту уловку. Манипуляция, которую она использует для подтверждения работы своих желаний, основывается на когнитивном искажении предвзятости подтверждения. Это тенденция человека интерпретировать информацию таким образом, чтобы она подтверждала его собственные убеждения. Это когнитивное искажение не дает трезво оценить информацию и принять рациональное решение. Блиновская говорит, что желание, которое она загадала в самом начале, сбылось. Ведь она добралась до берега целой и невредимой. Кроме этого, она неоднократно утверждает в своих марафонах, что ее мечты всегда сбываются. Один раз вселенная, по ее мнению, и вовсе организовала целый магазин, чтобы Блиновская купила себе мебель. Есть две возможные причины подобных убеждений. Первая. Елена сама искренне верит в пользу своего марафона и поэтому убеждена, что все ее желания сбываются. В таком случае она подвергается когнитивному искажению предвзятости подтверждения. У Елены мог сформироваться набор убеждений и свод собственных правил о том, как правильно мечтать. Предположим, она один раз загадала желание подобным способом. Оно сбылось. Второй раз загадала, снова осуществилось. А вот на третий раз ничего не получилось. В таком случае Елена бессознательно игнорирует эту информацию, считая, что либо она загадала что-то не так, либо она еще не готова морально к ее исполнению. Также она не обращает внимания на обстоятельства, которые привели ее к осуществлению мечты, считая, что главная помощь пришла от того, что она называет вселенной. А вот даже самое небольшое желание, которое у нее сбывалось, она хорошо запоминает, потому что это подтверждает ее убеждения. Вторая возможная причина Елена осознанно манипулирует зрителями, чтобы они пришли на ее марафон желаний. Она понимает, что интервью посмотрят многие, и среди них наверняка будут заинтересованы в ее инфопродукте люди, которые пока только задумываются о покупке. Обратите внимание, она специально загадывает желание, чтобы люди увидели подтверждение ее обещаний на марафоне. Эта мечта довольно безопасная. Вероятность утонуть во время рафтинга не настолько велика, а значит, никто не обвинит Блиновскую в обмане. Кроме того, она наглядно демонстрирует, что получит клиент после прохождения марафона. На многих людей, особенно тех, которые находятся в трудной жизненной ситуации, такие исполнения желаний могут произвести необходимое впечатление. А как думаете вы, Блиновская осознанно манипулирует зрителями или просто подвергается когнитивному искажению? А может, вы считаете, что тут имеют место обе причины? Напишите свое мнение в комментариях. А мы двигаемся дальше. Момент, который еще хотелось бы рассмотреть, это встреча с ее благодарной фанаткой. Этот момент выглядит неоднозначным и вызывает ряд вопросов касательно искренности этой ситуации. Есть подозрение, что она намеренно была создана, чтобы показать визуальное подтверждение своих марафонов и прорекламировать продукт. К сожалению, у нас с вами недостаточно фактов на руках, чтобы утверждать что-то на 100%, хоть я и являюсь тем, кто не верит в искренней ситуации. Однако, здесь есть момент гораздо интереснее. Ведь если Блиновская специально создала эту ситуацию и думала, что это ей поможет в рекламе, в действительности же она еще больше дискредитирует эффективность ее обучения. И сейчас я объясню почему. В процессе эволюции люди учились находить определенные закономерности, необходимые для выживания. Например, если многие соплеменники почувствовали себя плохо после того, как они съели какие-нибудь ягоды, больше эти плоды люди в пищу не употребляли. Иллюзорная корреляция – это когнитивное искажение, при котором человек преувеличивает тесность связи между двумя факторами, которые на самом деле не связаны или слабо связаны между собой. Например, друг один раз прошел мимо и не поздоровался. Человек начинает уже думать, что он обиделся на него или больше не хочет общаться. На самом же деле, друг просто подумал о чем-то своем, например, и не заметил его. То же самое мы наблюдаем и здесь. А то, что я тоже мечтаю о дочке. Это вы ей прислали? Нет. Ну как она здесь появилась вообще? Откуда она здесь появилась? Нет, это не случилось. Честное слово. Человек просто случайно. Лен, и два дня назад я узнала, что я беременна. Я раскуплю твои глаза. Лен, я тебя обожаю. Спасибо тебе за тебя, за твою подачу. Как утверждает фанатка, она не могла зачать ребенка, потому что после рождения второго у нее появились проблемы со здоровьем. Однако после марафона Елены у нее все получилось, и она в данный момент беременна. Участнице марафона кажется, что эти два события связаны между собой. Хотя это совсем не так. Кроме нескольких клинических случаев, врачи не могут сказать, что человек бесплоден на 100%. Кроме того, существует понятие врачебной ошибки. В конце концов, не все доктора компетентны. Реальных объяснений, подтвержденных научной точкой зрения, может быть огромное множество. Если углубиться в медицину и изучить, какие факторы влияют на бесплодие. Здесь же женщина, как, думаю, и многие другие фанаты Блиновской, подвергаются когнитивному искажению находить закономерность там, где ее нет. Можно сказать, что на основе этой ошибки мозга Блиновская и выстроила весь свой марафон. По итогам наблюдения мы видим уязвимого человека. Эта уязвимость заключается в том, что человек не способен критически относиться к себе и своей деятельности. Елена долго занималась своим бизнесом. Все время тратила на его развитие. И неудивительно, что любые попытки критически посмотреть на себя будут ассоциироваться у нее с тем, что она ошибается в чем-то. А ошибаться могут все. И тот правильно делает, кто умеет эти ошибки признавать. Критика для Елены неприемлема. Отчасти потому, что она находит такое окружение, которое безоговорочно ей восхищается. Поэтому на отнюдь не комплиментарные вопросы человека со стороны она не знает, как отвечать. Отсюда и угрозы, и странные паузы, и непоследовательность, и противоречия. Все из-за страха выглядеть непоследовательной и неубедительной. Для ее бизнеса это попросту невыгодно. Потому Блиновская и действует не как квалифицированный психолог, а скорее как успешная бизнес-вумен, отстаивая свои интересы. Чтобы бороться с этой ошибкой мозга, необходимо помнить, что не всегда существует закономерность там, где мы ее ищем. Всегда лучше лишний раз убедиться, что точка зрения основана на реальных фактах, и мозг не пытается вас обмануть. Когнитивные искажения – это часть работы нашего мозга. Поэтому не стоит расстраиваться, если не всегда получается их избежать. В чем-то они могут быть полезны, автоматизируя процесс принятия решений, многие из которых не стоят тщательного анализа. Были ли у вас в жизни запоминающиеся случаи, когда вы подвергались когнитивным искажениям? Что в целом думаете о героине сегодняшнего разбора – Елене Блиновской? Напишите об этом в комментариях. Также скажите мне, хотите ли вы, чтобы я рассказывал о том, какие еще когнитивные искажения существуют, и разбирал их на конкретных примерах, как они мешают в общении и каким образом можно их избежать? Мне важно узнать ваше мнение по этому поводу. А на этом у меня все. Наблюдайте за людьми и за собственным разумом, чтобы не оставаться в дураках и быть на шаг впереди. Увидимся в следующем видео. До скорых встреч. И даже мне не важно, как видят это со стороны, хотя со стороны у меня красивая картинка.